Мой обзор может не понравиться многим из вас, так как в отличии от большинства обозревателей, я не только в сингл нового Call of Duty играл. У меня в VV2 уже второй престиж мультиплеере, пройдена казуальная зомби-пасхалка в процессе прохождения хардкорной правильной пасхалки, и немного я поиграл в сингл. И полную картину VV2 я примерно сложил в своей голове. Начнем с того, что я играю в Battlefield последние 15 лет. Я обладатель звания Dice Friend, и параллельно с Battlefield я всегда играл в Call of Duty. Во всех Call of Duty, начиная с Modern Warfare 1, у меня есть престижи, кроме гастов. Да, и в MV1 тоже есть престижи, только на консоли. И, если честно, обзор Call of Duty VV2 я не хотел делать. Но абсолютно глупые обзоры на русском ютубе вынудили меня сделать это. Маншот снайперки — это проблема мультиплеера. Стопгейм, что с вами? Открывать модули — это зашкварт. Стопгейм, что с вами? Это реально тупые предъявы, а не обзоры. И обидно, что в вас вводят некое заблуждение, рассказывая вам про маленький кусочек игры в лице синглплеера. И все. Причем притягивая за уши уж совсем дебильные вещи. Начнем с сингла, кстати. Честно скажу, что я прошел только две миссии. Так как по факту сингл в колде — это как сингл в батле. То есть небольшая обучалка, только у колдая она с более пафосной постановкой. Очень радует, что сладжи, кстати, подхватили тему с олдскулом и вернули нас, считайте, в первый Call of Duty и второй Call of Duty. Это погоня за аптеками, как в старые добрые времена. И, судя по всему, в качестве пасхалки они решили добавить старую анимацию удара с приклада немцам. Это реально напомнило Сталинград, Call of Duty 2. Тема со своим отрядом, кстати, тоже интересная. Теперь ваши сопартийцы могут поддержать вас там, подкинуть вам аптечку, патроны или вызвать арт-удар. Сами персонажи проработаны неплохо, и начальная сцена вас сразу погружает в отряд довольно колоритных пацанов. Но лично для меня сингл всегда второстепенная часть Call of Duty. Прежде чем мы перейдем к зомби-режиму, небольшая минутка истории с зомбирусом. В 1944 году на вооружение вермахта поступил пистолет-пулемет МП-41Р, он же ППШ под патрон 9х19 Парабеллу. Количество подобных ППШ свыше 10 тысяч штук. Также на вооружении вермахта стоял пистолет-пулемет МП-717Р, то есть обычный ППШ. В качестве боеприпасов немцы использовали аналог патрона ТТ. Патрон от Маузера С-96. Поэтому, дорогие умники, прежде чем бомбить на ППШ у немцев, прочитайте, пожалуйста, про малое количество пистолетов-пулеметов немецкого производства, а также про использование ППШ немцами. Ну и плюс можете подсчитать про любовь немецких снайперов СВТ-40. Теперь зомби-режим. У меня богатый опыт игры в зомби-режим Call of Duty. Допустим, в Black Ops C3 мастер престиж зомби-режима. Я проходил все карты БО-1, БО-2 и БО-3, включая ремастер пак зомби-хроники. Зомби-режим от Слэдж Хаймер мне оценивать сложно, так как любой фанат зомби-режима скажет, у Трей Арч всегда он лучше. И отчасти это факт, но Слэдж предложили нам иной режим. Он стал более криповым и чем-то напоминает ранние работы Трей Арч, то есть тот же Верукт из Волтед Вора. Они серьезно переработали систему перков и представили абсолютно новую систему здоровья, которая у меня вызывает дикий диссонанс. С одной стороны она более казуальная, но с другой стороны она очень сложная, особенно если вы доходите до поздних волн. И на самом деле это разительное отличие от других поделок, типа Infinity Warfare Zombie и Advanced Warfare Zombies, что большой плюс. Благодаря вот этим нововведениям с зомби ВВ2 играются иначе и в разы проще. И по мне это главный плюс новых зомби, это доступность для массового игрока. Теперь у нас есть два варианта пасхалки, одна для казуальных игроков, а вторая для ветеранов режима. Плюс появилась записная книжка, которая расскажет про механику тех же перк машин и ящика, а также записывает ваши действия и дает подсказки по прохождению пасхалки. Для таких игроков как я это минус, но для всех остальных это реально возможность влиться в довольно глубокий мир Call of Duty Zombies. Кстати, хардкорный вариант пасхалки по своим шагам не такой уж оригинальный, но безумно сложный. Особенно шаг с бомбистами в комнате с улучшайзером. Это абсолютный ад, кто проходил, тот знает. Ну а теперь переходим к мультиплееру. Главная вещь в Call of Duty еще со времен Modern Warfare 1. Что пока бесит, это работа серверов. Я понимаю, что Activision выпустили самую продаваемую за первые сутки игру в PSN, но Activision, вы же знали, что будет такой успех, вы знали, что у вас опять будет миллионный онлайн на консолях. Почему не подготовились? Нет, это конечно не старт Battlefield 4, но дисконнекты, отключенные штабы и сброс статистики у некоторых игроков на релизе, это неприемлемо на мой взгляд. Но сейчас дела обстоят лучше, хотя и до сих пор не включили штабы. Победоносное возвращение механики Boots on the Ground произошло. Все же колда без джетпаков мне больше нравится. В том же BO3 у меня всего первый престиж в мультиплеере, и большую часть времени я зависал в зомби-режиме. Тут уже второй, и я собираюсь получить мастер престиж. Кто бы что не впаривал про отсутствие изменений в мультиплеере Call of Duty, это все то же самое? Изменения в мульте WW2 значительные. Слетчхаммеры создали иную систему кастомизации класса, которая является диким миксом систем на манер МВ и классической классовой системой Call of Duty 1 или Call of Duty 2. Система дивизий для меня стала спорной базой для создания класса, так как по факту нас сильно ограничена кастомизация. Потому что, допустим, для снайпера доступны перки Ghost Pro и Ninja Pro, и они доступны только горной дивизии. То же самое с марафоном, легковесом, это только у десантников. С одной стороны ограниченная кастомизация, но при этом нет возможности создать супер-мбовый класс, как это было в том же BO2 или Advanced Warfare, где работала система PicTent и Pic13. Чего не хватает? Несмотря на появление безумно крутого режима Война, мне не хватает классического Ground War, режим на 18 человек с превосходственным TDM и Kill Confirm. Не знаю, почему до сих пор не добавили, но самое смешное, что в кастомных играх его можно замутить. Поэтому ждем релиза данного режима. Также к претензиям можно прибавить отвратительные дробовики, которые не убивают. А так, баланс оружия, кстати, в ВВ2 один из лучших в серии, так как нет доминации одного класса оружия, как это было в Black Ops 2, Black Ops 3. Нет, конечно, есть стволы типа STG-44 или ППШ, которые не то чтобы имба, но как минимум оверюз стволы. Следующая часть мультиплеера — это лутбоксы. В данный момент они нормальные. Хотя можно придраться к эмоциям, которые дублируют друг друга. Сделано это, конечно, для дикого количества предметов в supply-дропах. Из-за этого будут проблемы с анлоком в косметике и стволов, которые могут появиться уже в скором будущем. Но если сравнивать со Star Wars Battlefront 2, то кейсы в Call of Duty VV2 — это лучшее, что вообще было придумано человечеством. Ну а в целом система лутбоксов не такая запарная. То есть вы постоянно получаете кейсики за левел, за выполнение дневных и недельных челленджей, за выполнение контрактов на манеры Black Ops 1. В общем, заработать кейсик всегда можно. Ну а теперь поговорим о главном, наверное, что у нас есть в Call of Duty VV2. О штабе. Ребята, это лучший хаб в мультиплеерной игре. В разы круче 2-100 на 2. Сделать нам настолько удобный, быстро работающий хаб — это просто огромный респект разрабам. Тема с тиром и ямой 1 на 1 — это реально то, чего не хватало в подобных играх. И хочется видеть подобное пространство и в следующих частях Call of Duty. Возможно, даже в следующих частях Battlefield. Ну а теперь поговорим о главном, что у нас есть в мультиплеере. Это карты. Карты в мультиплеере сделаны прекрасно. Хотя в первые дни в том же TDM на Техасе были безумно кривые спауны. Но в данный момент всё пофиксили. И спауны на картах почти идеальны. Давно такого в Call of Duty не было. Размеры карты разнообразны. Есть снайперский, как Техас и Крым, он же Густав Кэнон. И есть Сикью, как зенитная башня. Большая часть карт среднего размера. Там Гибралтар, это городская карта, ещё одна городская карта. Я уже, я на самом деле ещё не выучил все названия. И самое забавное, что каждая карта требует разных сборок. И на карте Крым, пушка Густав, особо с ПП не побегаешь в TDM. Может быть, в каком-нибудь превосходстве можно сделать счёт 28 на 4. А вот на зенитной башне вы не побегаете со снайпой. Слишком close quarters. И это радует. То есть вам постоянно нужно менять стиль игры. Чего реально жду, это добавление новых карт в режим войны. Так как режим безумно крутой. Но только при наличии грамотных тиммейтов. А лучше вообще своей командой, с которой вы будете играть в этот режим. В целом, новый код оказался очень бодрой игрой. Не скажу, что это лучший Call of Duty или лучший шутер. Но он как минимум хорош. Контента здесь чуть меньше, чем в Black Ops C3. И это, кстати, огромный плюс. Я за 600 часов и половину BO3 не увидел. Оценку синглу VV2 я пока не могу дать. Как пройду, напишу где-нибудь. А зомби-режим стал доступен начинающему игроку. И это отлично. Чем больше народу узнает о том, что код зомби-с это не тупая выживалка, а более серьёзная вещь, тем лучше. Всё же не знать, что существует некий шутерный аналог Dark Souls'а уже как минимум последние 8 лет. Но это удивительно. Хотя о плюсах и минусах зомби-режима можно будет сказать только после выхода хотя бы первой DLC-карты. Если кто не знает, там с каждой новой DLC-карты как-то развивается механика код зомби. Мультиплеер как минимум один из самых сбалансированных за всю историю Call of Duty. Уж точно не вызывает горения как MV1 с его дебильными перками Джиггернаут, Мортидром, Ластент. Это не MV2 с его нихрена не имбовом Команда, Нубтубом через One Man Army или Акимбо FMG. И это уж точно не Бо1 с его убитой системой плашечек, эмблемочек, камуфляжиков. И конечно это не Call of Duty Ghost с его убитой системой испытаний. Это неплохой Call of Duty до выхода следующей части, которая будет одной из сильнейших, одной из лучших, потому что её делают Трайяр. Ладно, думаю на этом всё, дорогие друзья. Есть ещё один небольшой совет. Ребят, если вы хотите увидеть более-менее адекватное, честное мнение насчёт Call of Duty, Battlefield, вам следует смотреть не обзоры журналистов или людей, которые делают обзоры на игры. Надо смотреть блогеров, которые играют в эти игры, потому что они вам больше расскажут про ту или иную игру. Ладно, может быть я мало играл в ProMod, я никогда не испытывал в своей жизни трудности перевода, я не лысый. Но думаю, что новая Call of Duty всё же топчик. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты этого видео, увидимся на поле боя, пока.